Воскресенье Вопрос 1804. Насколько можно доверять описанию внешности святых, их образу мысли? Из каких источников Дмитрий Ростовский писал эти жития? Эти жития. А теперь давай ты считай. Полностью нельзя доверять ни Дмитрию, ни другим. Он был прекрасный писатель, полемист, по-советски агитатор за хорошее светлое будущее в монастырях. У него работала фантазия фантаста, как у Герберта Иршова. То есть это я отвечал людям в университетах где-то, а потом вот здесь их писали на магнитофоны и оттуда вот тогда мы все переписали. Очень много скучно стандартных описаний. Видимо материалов совсем никаких не было, а вымучить уже не было сил. Он болел, и церковное устройство было в развале. Попы безграмотные, нравственность аховая. Жития эти уже и кончать надо, чтобы примерно равное количество и по объему на каждый месяц набрать, а данных ноль. Это сегодня понятно и семинаристам, и никто почти не верит этим его житиям. Но пока они есть, мы их читаем. Если уж нет доступа к Библии, тогда пусть будет то, что питала Русь целую тысячу лет. По крайней мере домострой подновим. Многие сомневаются о чудесах-примучениях, что святые как бы железные, тверже железо. Что бы ни навалилось на них, они не падают. Тут надо верить. Бог все может. А вот там, где против Библии, где труды иноческие звездные, обеты иноческие равноангельские, бестелесные, кончина иноческая, благоуханная, где все-все иное, чем в Библии, тогда как бы не оказалось, и они, и мы иными, иноческими. Ино от Бога, и ино от Библии. Пророк Иеремия, 14 глава, 14 стих. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения, ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. И тогда, когда говорил вот это пророк, его так же гнали за это. Эти люди, которые возвещали что-то, они стояли в Штаты, бюджетники были, получали премии от господствующих правителей. Но прошло, мы сейчас видим, и даже имен не осталось. Иеремия, 23-21. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Ну, я смотрю, что тут очень много такое похожее. Многое писалось с чужого голоса, с чужого видения, с чужого писания. А это все такое разное, и друг друга опровергает часто. Житие Христофора, 9 мая. Цитата. Память святого Христофора весьма чтится как на востоке, так еще больше на западе, особенно в Испании. На западе прибегают к нему во время заразительных болезней. Одни утверждают, что святой Христофор по происхождению своему был хананеем, а другие производят его от канинеев или кинокефалов, собака и голова, антропофагов, человек и есть. Песи вид цветога в славянском прологе отвергается, а Никодим в синоксористе дает ему только безобразный вид. Это наше стихотворение. Теперь уже пропускаю, не буду считать. И дальше. Еще вопрос. Вопрос 1805. В сказках говорится о змее Горынычем многоглавом. Откуда этот персонаж? Есть ли что в истории об этом звере? Ответ. Есть и неоднократно. Откровение, 17 глава, 7 стих. И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Житие Михаила Воина, 22 ноября. Цитата. Когда святой окончил молитву и встал, среди озера появился змей и, поднявший высоко голову и ударяя хвостом по воде, стал приближаться к берегу, раскрывший три свои пасти. Это не видение какое, это реально все описывает. Святый взял щит и меч и отсек лукавому три головы, с которыми он показался. Змей же, сверкнувший хвостом, ударил святого, святаго в правую щеку и левую руку и причинил ему рану. Михаил упал без сознания, но скоро очнулся и встал. То есть спрашивают, какие змеи есть, я показываю, из разных житей это и выбрал. Житие Григория Америцкого, 19 декабря. Цитата. Один юный брат, посылаемый из монастыря на послушание, часто заходил в харчевню, где, упиваясь вином, впадал в грех нечистой плотской страсти. И вот однажды, совершив обычный грех и возвращаясь через пустыню в монастырь, он зашел в непроходимое место и здесь устремился на него большой змей, чтобы ужалить. Инок бросился бежать и уклонялся туда и сюда, желая избавиться от змея, но змей быстро настигал его. Когда же инок, наконец, был так стеснен, что уже бежать было некуда, змей устремился, чтобы пожрать его, но тут инок, вспомнив о блаженном царе Елезвое, обратился к змею и сказал, молитвами праведного и святейшего Елезвоя отойди от меня. Змей, как бы устыдившись святого имени Елезвоя, остановился и божьим повелением, получив человеческий голос, сказал иноку, как я могу тебя пощадить, когда ангел Божий явился мне и повелел съесть тебя за твою нечистоту и грехи, так как ты, дав обет, работать Господу в чистоте, оскверняешь грехом свое тело и тем прогневляешь святаго духа. Конец цитаты. Инок, услышав змея, говорившего человеческим голосом и обличавшего его дела, оставался безмолвным, трепещаясь клятву и умоляя змея пощадить его. Змей сказал ему, зачем ты заклинаешь меня, ты сам прежде поклянись мне, что больше не исполнишь своего плотского желания, и тогда я оставлю тебя. Инок стал клясться, говоря, клянусь Богом, живущим на небе, и молитвами честного царя Елизвоя, что не прогневаю больше Господа моего, которого ныне я прогневал плоскою нечистотою. То есть клятва на каждом шагу именем Бога. А где он говорит? Он живет в монастыре, ну его отпускают куда-то пойти, он напьется, ну я не знаю, там гетеросексуальный или какой он там, с кем он впадал-то, или голубой какой. Ну вот оно, пожалуйста, монашество. Должен, мол, значит, на него никакие уставы не действуют, а должен прийти какой-то змей непонятный, который разговаривает. Ну люди, которые считают, ну кто в это поверит-то? Ну ко мне обращаются, ну вы начитывали-то. Ну я не вижу здесь ничего, чтобы невероятно было. Все у Бога может быть, но не может быть то, что против Писания. Здесь я против Писания не вижу. Я вижу, что выдуманное монашество, это живет человек, грешит, он был бы женат, он бы работал, пахал, говорит, дитя я ростил, ему некогда было бы. За валами ухаживал-то, а он ничем не занимается. Пошел, но опять, в следующий раз, опять то же самое, он уже, дорожка-то протоптана. У меня стихотворение как раз, почему? Все эти почему? Я пропускаю. Это взято все точно, из книги, седьмой том, открытым оком. Вопрос. Вопрос 1806. Я слышала, что вас упрекают близкие вам люди за то, что будто бы вы как-то иначе учили к отношению к житиям святым, и теперь так многое в них отрицаете. То есть люди, которые давно меня знают, они на занятия здесь сходили, и вот такое говорят. Не люди, а всего один человек, который забыл, что мое отношение к житиям выражено в начитанных мною житиях на пленке в начале 80-х годов. Действительно, кое-что я тогда еще не говорил в печати, да и возможности такой не было высказываться на страницах какого-либо издания. Но мое отношение было выражено в несогласии с читанными ударами колокола, в кавычках колокола, где написанное не сходилось или явно противоречило Библии. Я читаю, и говорю, а зачем тогда читали? Ну и с песни слова не выкинешь. И оно не по Евангелии, я ударял колокол. А если сильно не... Я два раза вот так подряд ударял. Считай, ну явно. А иногда ударял три раза, совершенно антиевангельское. Ну антиевангельское. Афанасий Японский упал, его там кирпичами задавило, они его любили, вытащили, но уже умер все. Так они одежду его кровавую вымачивали и пили, этим причинялись. Одежду кровь, когда кровь животных нельзя. Ну тут уж я бы еще и четыре раза ударил. Мое несогласие выражалось именно вот в этом. И что дальше? И таких мест было около 136. Вот так. Это и говорит, что я и тогда не был согласен с тем, что идет явно вопреки Слову Божию. Самое главное несогласие было тогда и сейчас в том, что последний наказ Христа перед вознесением Его на небо идти и благовествовать живущим на земле Его Слово о Его любви и искуплении отвергли. Пошло совершенно в другом направлении. Бедство от этого мира в пещеры, в монастыри, в пустыне, несогласие с их благословением на войну. Теперь же я вывел афоризм, который будет жить. Монашество погубило евангельскую веру. То есть это мой афоризм, и я доказываю это. Доказываю. И к этому у меня еще одна фраза. Монашество в том виде, в котором оно пришло, вот это запечатанное благословение на войны и прочее, принесло не пользу, а зло. Больше, чем вместе взятое иудейство, которое против было, язычество, масонство, фашизм и коммунизм вместе взятые. Они в несколько раз. Почему? Нет евангельской проповеди, все засохло, нигде ничего нету. Пустынное место. Это я отвечаю за каждое слово. А нужны монастыри? Конечно, нужны. Нужны. Когда один человек неженатый подвизается, он думает о Божьем-то. Это же готовит проповедников по всему миру, докармливает старых, которые, но они один, один неженатый, они трудились для Бога всю жизнь. Церковь обязана их допитать. Вот как. Послание Галатам, 2 глава, 14 стих. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Филиппийцам, 1, 27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую». Я повторяю и повторяю одни и те же стихи, чтобы хоть немножко пробить эту брешь. Это слово «евангельская вера» самое противное монашествующим. Им нужна иноческая вера, молчальничество, бисердевство. Монашество – это абсолютно не евангельское построение. Хорошо. Вопрос 1807. Почему в житиях постоянно все клянутся? И не просто прохожане, а те, кого называют святыми? Вот я вопрос этот задаю людям. Скажите, клясться можно или нет? Смотря где. Да нигде. Да, да, нет, нет. А что сверх того? От лукавого. То есть эти люди жили под действием демонов. От лукавого. Во рту у них нечистая сила была. Назвать вещи надо своими именами. Почитайте святых отцов, я уж не буду говорить, которых нельзя достать на утворение, а на Затусе переиздали. Как он этих людей клеймит? По бесстрашию, по неверию словам Христа. И авторитет этих святых нас не должен немало убеждать, что они были правы. Когда они клялись, то их нужно было заклятвы наказывать, согласно канонов церковных. Евангелие от Матфея, 5 глава с 34 по 37 стих. «А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Яков 5, 12. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакое другое клятвою, но да будет у вас, да-да, и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Не да-да, да? Да-да, то есть сказал «да», значит «все я приду вовремя, не опоздай, ничего не будет». Я сказал «в долг взял, немедленно верну к вечеру». А нет, значит «нет», я не пойду туда, там греховное место. Нет, значит «нет», и не уговариваете. «Житие Василия Великого». Нет, не «Житие». «Правило Василия Великого», 29-е. «Посему поклявшийся должен исправить свои мысли, а не стараться утвердить свое беззаконие. Грех всячески должно не спровергать и истреблять». Житие Николая Чудотворца, 6 декабря, цитата. «Если бы, говорил спасенный отец, не восставил меня твоими щедротами великий, в милости Господь, то я несчастный отец давно уже погиб бы вместе со своими дочерьми в огне Содомском. «Ныне же мы спасены тобою и избавлены от ужасного грехопадения». И еще много подобных слов говорил он святому со слезами. Едва подняв его с земли, святый угодник взял с него клятву». Николыч Чудотворец и требует, что он поклялся. «Что он во всю свою жизнь никому не поведает о том, что с ним было». Он за того, что ни с кого клятву не брал. Поэтому Николыч Чудотворец, это совершенно не пример для нас. «Житие Иулиания», 21 декабря. «Иулиании». Цитата. «Она же, исполненная доброго упования, возражала и безбоязненно говорила, «Неужели и ты подобен глухим богам своим, ибо имеешь уши и не слышишь?» «Не сказала ли я тебе, склятваю, что не может быть у меня общения с Елевсием?» «С Елевсием». «Если сначала он не согласится поклониться Христу моему». «Склятваю». «Спрашивается». «Она разве не знала в то время, что клясться нельзя? Какая же нужна была клясться? Значит, за этим не смотрели?» «Итак, не обманывайся, не пустословь, надеюсь убедить меня. Если хочешь, обратись и ты к Богу моему. Если не сделаешь этого, то убей меня, брось в огонь, покрой ранами, предай зверям и подвергни каким угодно мукам, но я не послушаюсь тебя, ибо ты противен мне. Супружество с тобою для меня все равно, что дружба с бесами, и брак с тобою тоже, что гроб смердящий, положенный пред глазами моими». Обручена она была Елевсию на девятом году от рождения своего, на восемнадцатом же году кровью своею сочеталась с женихом бессмертным. Показывает, как клялись. Дальше. Житие Макария Александрийского. Это не Макарий Гипецкий, это другой. Девятнадцатый января. Цитата. «Когда я, продолжал Палладий, рассказал о том пресвитеру, то он, в клятвую, обещался более не священодействовать. После сего преподобный Макарий, взяв того пресвитера, сказал ему, «Веруешь ли ты, что существует Бог? Для которого нет никакой тайны. И пресвитер исповедал свое грехопадение и обещался более не грешить и не священодействовать, но жить мирским человеком». Зачем клятва-то нужна была? Обещался. Они друг друга просто под клятву брали. Иоанн Златоуст называет это петля, которую сатана накидывает на человека. Петли. Они все с этими петлями на шее были. Это житие. Память трех жен. 10 сентября. Цитата. По прошествии нескольких дней один вельможа, услыхав о мне, прислал своих рабов, желая силу взять меня к себе. И посланные требовали, чтобы я немедленно шла к их господину. Но в настоящее время я одержима женскую болезнью и нечиста от постоянного кровотечения. Затем я пригласила к себе родственника своего человека, богобоязненного, и под страшную клятву взяла с него слово, чтобы он распродал мои поместья и дома и вырученные суммы раздал нищим. Главное как? Под страшную клятву. И она понимает, какая клятва страшная. То есть он клянется, пусть дети мои погибнут, я в аду буду, если нарушу клятву. Вообще никак нельзя говорить. И что теперь это как? Мимо пустить? И не осуждается нигде это. Житие Варламы Новгородского, 6 ноября. Цитата. Так я скажу. Вот если сейчас спросить, кто имеет житие, сказать, а вы видели, что святые клянутся? А где они клянутся? Я выбрал все из всех 12 из 14 книг даже. Вот оно все есть. И по любому вопросу я выбрал все. То есть таких материалов больше нигде нет. Святой отрекся от мира и от всего, что в мире, и удалился в пустынное место. За ним последовал Прокопий, Малышевич, постригшийся потом под именем Порфирия. Его брат Феодор и другие жители Новгорода, желавшие подвязаться в тишине и безмолвии, святый Варлам принял иноческое пострижение от некоторого священноинока. Преподобный Варлам неустанно получал всех приходивших к нему. Чада. Блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо, не клянитесь лживо, давши клятву исполняйте ее. Отдавши-то клятву исполняйте ее, этого нигде нету? Ее нельзя давать клятву? Пожалуйста, еще одно житие. Житие Марка Постника, 5 марта, цитата. Сей святой подвижник превзошел всех иноков постническую жизнью своею. Предавшись вместе с тем изучению божественных писаний, он достиг совершенства в добродетели. Душевная чистота преподобного была так велика, что монастырский пресвитер, как сам склятвую свидетельствовал, никогда не преподавал ему божественных тайн своей рукою. Но всякий раз, когда он приступал к святому причащению, то принимал святые дары от ангела, который держал лжицу и сам причащал его. А зачем клятва-то нужна была? Даже ты это видел, такое было клятва-то зачем? То есть это желание большое показать, что этот человек он такой, что ему даже не человек давал причащаться, а ангел давал. Ну даже ты если видел, ну и ты видел, тебе одному показывал, зачем клясться, там вообще ни жизни его не угрожало, ничего. слуга преподобного говорил, что никогда не видел, чтобы он плюнул когда-либо на землю, такова была его кротость. Плюнуть на землю и кротость? Какое? Вообще? У Христа не было кротости, он плюнул, взял плюновение, взял сам Христос. Преподобный пребывал в иноческом звании 40 лет и нес подвиг поста в течение 60 лет. Ста лет от роду он отошел ко Господу. А теперь склятваю. Житие Аполлония 10 июля цитата На допросе он объявил себя христианином и правитель стал принуждать его поклясться именем императора. На это святый Аполлоний сказал ему не следует клясться именем смертного императора а надлежит клясться только именем Творца и Создателя всякой твари. Как будто мы никогда ни Евангелия в руках не держали ничего и стоит уже на суде уже последний еще грехи добирает и добирает они Евангелия не знали совершенно люди ну мы прочитали что запрещается а он учит императора смертного нельзя клясться да там написано не клянись бога ни небом ни престолом ни Иерусалимом ни головою дальше 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 вопрос 1808 кто составлял нам молитвы которые без авторства в молитвословии как проверить что они правильные у меня были молитвы от бабушки но оказалось что они волшебные одна пришла и молитва говорит я дома молилась правильно или не правильно я говорю ну давай посмотрим мне некогда на Калиновом мосту там свистун свистунович начала как я говорю ты где-то взяла у меня и бабушка по ним молилась раскатись волос волос раскатись по Калиновому мосту там я говорю это не божественно ответ это я отвечаю ответы мои ответы они в книге Молиться человек может своими молитвами, в зависимости от события. Дух Божий научит, умудрит, какие слова произнести. Тут тоже беда у православных, как ни у кого других. Научились читать по-церковно-славянски, а сами почти ничего не понимают. Слова произносят, а силы их не усваивают из-за непонимания. Очень уж похоже это на дикарское заклинание, лишь бы слова произнести. Этот набор звуков и что-то как-то вроде бы сделается само, откликнется нам. Послание филиппинцам, 4 глава, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Свои желания перед Богом? Куда проще-то? Меня вот этому не научили. В 23 года я первый раз своими словами сказал. Богородица достойно, я все время повторял, думал, так и надо. Попала в руки Библии, в один день всему научила. Вот так молились. Вот как молились святые по каждому конкретному случаю. Они были и авторы, тем более молитвы не заранее составлены были, но говорили по внушению Духа Святаго. То есть я выбрал ни один, ни два, а сколько? Привожу только 46 примеров. 46 житий, и я выбрал оттуда молитвы из этих житий. Понимаешь, какая работа проделана была? Для того, чтобы людям показать, не надо ничего выдумывать. В житиях очень много полезного, хорошего. Есть там такие жития, просто целовать надо. Перевожу только 46 примеров, когда молятся своими словами по разным случаям. А таких молитв в житиях очень много. Житие Артемона, 13 апреля. Цитата. Страдали же, подняв очи к небу, молился. Господи Иисусе Христе, не попусти язычнику посмеяться надо мной, рабом твоим. Тебе известно, что я за тебя терплю страдания. Даруй мне терпение для их перенесения, чтобы посрамился враг. Услышь, Боже, молитву мою и прими моление мое, Боже, Саваоф. Ты сотворил небо и землю и исполнил чудес всю вселенную. Ты Господь всего, и никто не может противостоять Тебе. По милости Твоей спаси меня, Господи. Ты показал невинность беззаконно убитого, незлобивого отрока Авеля. Ты вознаградил угодника Твоего Еноха, взяв его на небо. Ты сохранил Ноя в ковчеге и через благословение возвысил священника Мелхисея. Ты прославил за жертву Авраама, умножил чад Иакову, избавил от огня Содомского лота. Возвеличил за терпение Иова. С Твоей помощью Иосиф победил плотские страсти и восторжествовал над врагами. Моисей, раб Твой и все праведные, над которыми Ты явил силу Твою, показывающую их благочестие, восхваляют Тебя, прославившего их Бога. И я, Господи, раб Твой, молю Тебя, помилуй меня по милости Твоей, помоги мне силою Твоею. Какая молитва-то хорошая. Житие в Ласе, 11 февраля. У одной женщины был единственный сын. Во время еды рыбья кость засела у него в горле, так что он не мог произнести ни слова и был уже при смерти. Мать, взяв его полумертвого, отнесла к святому и положила у его ног, горько плача и взывая, «Помилуй сына моего, раб Спасителя нашего Иисуса Христа, он один только у меня». При этом она рассказала Власию, что случилось с ее сыном. Святитель Божий, вложив свою руку в горло отроку и, возведя очи к небу, стал так молиться Господу. «Спаситель мой, Ты помогаешь всем, кто с верою призывает Тебя. Услышь мою молитву и кость, засевшую в горле сего отрока, изми невидимую Твоей силу и исцели его. И в остальное время, если случится что с человеком или с животным, и станут поминать имя мое, говоря, «Боже, помоги молитвами раба Твоего власия», то Ты, Господи, скорый на помощь, помоги тем и подай исцеление в славу и честь святаго Твоего имени». Прямо появилось это кость, все, что надо. Житие Марка Афинского, 5 апреля. Цитата. Продолжая путь, я подходил к высокой горе, которая, казалось, достигала до неба. На ней совершенно ничего не было, кроме пыли и камней. Когда я подошел к горе, то на краю ее я увидел море. Поднимаясь на гору, я шел в течение семи дней. Когда наступила седьмая ночь, я увидел сходящего с неба к святому Марку Ангела Божия, говорившего ему, «Блажен ты, Авва, Марк, и хорошо будет тебе. Вот мы привели к тебе отца Серапиона, которого хотела видеть душа твоя, так как ты не пожелал, кроме него, видеть никого другого из людей». Когда окончилось видение мое, я пошел безбоязненно и шел до тех пор, пока не достиг пещеры, в которой проживал святой Марк. Когда я приблизился к дверям пещеры, услыхал святого, поющего псалмы Давида и произносящего. Псалом 89.5 «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он пошел, и как стража в ночи». И дальше из того же псалма. Затем от преизбытка, охватившей его духовной радости, святой стал такими словами говорить сам с собою. «Блаженна душа твоя, Марк, что при помощи Божией ты не загрязнил себя нечистотами мира сего, что ум твой не пленился скверными помыслами. Блаженна тело твое, так как оно не погрязло в похотях и страстях греховных. Блаженны очи твои, которых дьявол не мог соблазнить созерцанием чужой красоты. Блаженны уши твои, потому что они не услыхали голоса женского в этом суетном мире. Блаженны ноздри твои, потому что они не обоняли смрада греховного. Блаженны руки твои, потому что они не прикасались ни к каким принадлежащим людям вещам. Блаженны ноги твои, не вступавшие на дорогу, ведущую к смерти, и не устремлявшиеся ко греху. Твоя душа преисполнялась духовной жизни и ангельской радости. И снова затем он стал говорить, обращаясь к душе своей. Псалом 102.1.2 Благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Зачем скорбишь ты, душа моя? Не бойся. Ты не будешь задержана в темницах ада. Бесы ни в каком случае не смогут оклеветать тебя. По благодати Божией в тебе нет какого-либо особенного греховного порока. Псалом 33.8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Господь! Блажен раб, исполнивший волю своего Господина. Далее. Спасись и ты, брат Серапион, и заклинаю тебя Господа нашим, Иисусом Христом, Сыном Божьим, дабы ты ничего не брал от моего смиренного тела, даже ни одного волоса. Пускай не касается его и никакое одеяние, но пускай при погребении будут с моим телом лишь волоса, которыми облег меня Бог. Равно так же ты не оставайся здесь. В то время, как святой произносил сии слова, а я рыдал, послышался голос небоговоривший. Принесите мне из пустыни избранный сосуд мой, принесите мне исполнителя правды, совершеннейшего христианина и верного раба. Гряди, Марк, гряди, усни во свете радости и жизни духовной. Вот это все пишут. Блаженные ноги мои, они на проповедь не шел как. Прекрасные ноги благовествующих мир, руки, которые никого не поддержали, уста, которые никому не проповедовали, и ублажает сам себя. Это такого вообще нигде нету. И теперь голос, да любые голоса можно слышать. Это все описывается, а подражать как? Усни во свете радости и жизни и прочее. Павел, наоборот, говорит, я желал бы разрешиться и быть со Христом, но для вас нужнее. А для него нужнее его никто не знал, для него это не нужнее. Ни одного дня по-евангельски человек не жил. И такие ублажения идут с самого себя. Сам себя канонизирует, сам себя прославляет, и люди считают, и даже мысли не возникают. До евангельского-то ничего нету. Совершенно ничего нету. Даже одного дня нету. Ну и как? А вы судите. Почему я сужу? Это он осудил. Он осудил евангельский путь. Ноги мои блаженно не ходили. Я, Господи, ты сказал идти на благовестие, а я не пошел. Какие у меня ноги хорошие. Ты сказал, вера без дела мертва, я за всю жизнь никому не помог. Какой я хороший. Мои такие руки никому не помогали, не поддержали. Крепкий мужик я был. В себе даже одежи не был. Я просто раскрываю как. Он может быть святой. И далее все в этом тоне. Кто писал? Писал монах? Писал о монахе. Их иногда заедает на этом. А если такой, как я? А далее показывает, как это есть. Так, еще одно житие. Прочитаем мы. И житие Платона, 18 ноября. Цитата. Сказав сие, мученик вошел в темницу, И преклонив колено на землю, Обратился к Богу с следующей молитвой. Господи Иисусе Христе, Создатель и промыслитель всех, Дарующий рабам своим терпение и победу, С подобии меня, Смиренного и непотребного раба Твоего, До конца достойно претерпеть За имя Твое Святое. И пошли ангела Твоего, Чтобы он избавил меня От листивого и всезлобного змия, Агриппина. Да познают все, что не Боги, Те, коих создает рука человеческая, Но ты единый, истинный Бог, Долготерпеливый и многомилостивый, Препрославленный во веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok